Конечно, общение происходило исключительно в рамках процессуальных различных обстоятельств. Ну, моя, скажем так, сначала они вообще не хотели никак общаться. То есть, когда мы уже вступили в это дело, когда началось формирование команды адвокатов, я позвонил в следственное управление ФСБ. Сначала со мной не захотели разговаривать. Я говорю, вот я адвокат моряков, вот у нас такая ситуация. Потом уже перезвонили, сказали, давайте мы с вами поговорим. И со мной встретился руководитель следственной группы, подполковник Микрюков. Подборщник. Да, это следственное управление ФСБ. Соответственно, там все сотрудники ФСБ. И с самого начала я как бы обозначил наши рамки. То есть, я объяснил, что мы не будем играть в какие-то процессуальные игры, в кошки-мышки. Что у нас есть четкая стратегия, что у нас есть четкое понимание, куда и как мы будем двигаться. Что мы не позволим оказывать давление на моряков. И будем применять любые инструменты для того, чтобы они были в безопасности. И, соответственно, мы работаем только на создание условий для принятия политического решения. Потому что в ваши суды, в ваше правосудие мы не верим. Мы это все знаем, как это происходит. Делать вид, что у нас есть независимый суд, никто не будет. Он со мной согласился. Мы договорились о том, что у нас будет рабочее взаимодействие. Потому что, я понимаю, у них есть своя работа. Это им спустили. Там вообще, скажем так, тот отдел, который занимался делом моряков, они вообще занимаются совершенно другими вещами. То есть, там кого-то из экономики выдернули, кого-то из каких-то других. Это была тоже для них такая нагрузка. Они не любят громкие дела. Они любят делать все в тишине. В чем проблема взаимодействия с ФСБ и с СИЗО Лефортова? Крайняя закрытость. Например, там в СИЗО Лефортова созданы такие условия, что, например, без разрешения следователя адвокат в первый раз не может прийти к своему подзащитному. То есть, он должен взять обязательно бумагу следствия. Но ты часто виделся с ребятами? Ну, у нас было поставлено такое, скажем так, такое минимум, что дважды в месяц адвокат обязан увидеться со своим подзащитным. И все ребята, которые с тобой в группе, вы в твоей группе. Другой вопрос, что там бывает, что замораживать людей. То есть, попадает человек в Лефортово, следователь бегает от адвоката. Соответственно, адвокат не может зайти физически туда в Лефортово без разрешения. За это время человека ломают. И максимальное время, насколько мне было известно, 4 месяца не пускали человека к своему подзащитному. В суды он обращался не в суды, а просто морозили. Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию. Они ее приняли, они с ней согласились. Каждый назвал себя военнопленным. Во-вторых, мы, скажем так, избежали ситуации, которая часто бывает в России. Это пытки, это физическое, это психологическое давление. Были попытки внутрикамерной разработки, то есть, когда там подсаживали кого-то. Были попытки выводить на разговор моряков и развести их на признание вины и так далее. Все эти процессы удалось купировать, и это создало вот то ядро внутренней позиции, вокруг которой удалось выстроить уже внешние ее стратегии. То есть, с одной стороны, это решение Гаговского трибунала, с другой стороны, единство в позиции моряков, которое не позволило их растащить. Да, именно так. Потому что, если бы хотя бы один из них признал вину, вот я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было бы. Это обусловлено тем, я просто не все понимают, как это связано. Когда мы говорили о стратегии военнопленные, это вынудило российские власти делать обратные заявления. Мы раз за разом, каждый день говорили, они военнопленные, российские власти это отрицали. И когда случился трибунал, обратилась, соответственно, украинская сторона в этот трибунал, россияне попытались сослаться на оговорку, которая присутствует в Конвенции ООН по морскому праву. Ну, по большому счету, это дело, может быть, и не могло рассматриваться в трибунале, потому что там содержится оговорка, что трибунал не рассматривает военную деятельность.